Развитие рынка жилья и реализацию программы формирования комфортной городской среды обсуждали сегодня члены рабочей группы Государственного совета страны. В заседании принял участие и глава Чувашии. Благоустройство муниципалитетов и строительство доступных квартир одна из ключевых тем послания Михаила Игнатьева. Подробности в следующем материале. Темпы строительства жилья растут и это показал прошлый год. В 2019-м необходимо возвести больше. Такую задачу поставил глава республики. В нынешнем году будет построено не менее 670 тысяч квадратных метров жилья. Жилье должно быть доступным для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Поэтому основной задачей остается государственная поддержка различных категорий граждан. Спрос на квартиры повысился после снижения ставок ипотеки. В прошлом году кредиты на жилье в республике получили более 17 тысяч человек. Немало семей исправили новоселье и благодаря господдержке. В рамках жилищных программ из бюджетов различных уровней в прошлом году выделен 1 миллиард 600 миллионов рублей. На улучшение жилищных условий 4100 семей. Члены рабочей группы госсовета обсудили и дальнейшие планы по ликвидации аварийного жилфонда. В республике в рамках федерального проекта намерены расселить жителей более 80 домов. По расчетам на это необходим 1 миллиард 200 миллионов рублей. Благоустройство – еще одна приоритетная задача. В текущем году планируется отремонтировать не менее 140 дворовых территорий и 50 проездов к ним. До 2024 года в решении вопроса благоустройства будет увлечено около 300 тысяч человек. Благоустроены не менее 138 общественных пространств. На первый план выходит и жилищный вопрос многодетных семей. Глава региона предложил выделять средства из федерального бюджета для строительства инфраструктуры на предоставляемых земельных участках. Механизмы реализации приоритетных программ обсудят детально члены госсовета в Кремле. Доклад президенту как раз и подготовит рабочая группа. Дмитрий Ковалев, Павел Иритков, Андрей Шоклев, Республика.